МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Елизаветы Хмелева. Сегодня в выпуске. Вопросы мэру. В Новочебоксарске прошла горячая линия. Утро красит нежным светом. 1 мая состоится торжественное шествие. Коньками резво режет лед. Завершился чемпионат республики по фигурному катанию. Как живет город Спутник? Чем встревожены новочебоксарцы? Все те же больные точки. Машины, припаркованные на детских площадках ЖКХ, общественный порядок и благоустройство. На прямой линии с главой администрации Новочебоксарска Александром Сироткиным и главой города Олегом Матвеевым побывала Татьяна Трофимова. Телефон не заставил себя ждать. Звонки сыпались как по расписанию. Пенсионерка Антонина Ивановна по улице Пионерская, дом 11, возмущена хамством автомобилистов, которые оставляют своих железных коней не только на тротуарах, но и не гнушаются припарковаться на детских площадках. А дворовая территория для малышей даже не отгорожена. У нас здесь вот эти четыре дома, у нас дети бегают по дороге, у нас здесь продуктовый магазин, машины постоянно ездят. Это опять будем ждать только какого-то несчастного случая. В целом вопрос этот очень актуальный для всей территории города. Я имею в виду, что автомобили на газонах, на детских площадках. И на тротуарах. Ну, нам бы хотя бы с газонов и детских площадок бы автомобили убрать, потом до тротуаров как-нибудь медленным ходом дойдем. Попросил все-таки совместно с ГИБДД посмотреть возможности эвакуации автомобилей, которые длительное время там стоят. Предусмотреть дополнительные меры, ограничивающие въезд автотранспорта на эти площадки. Есть у нас программа по ремонту дворовых территорий, она действует. Оказалось, что по этому же адресу в первом подъезде другую пенсионерку возмущают общедомовые начисления по горячей воде. Пенсионерка говорит, даже не моюсь дома, хожу в баню. Ни одного куба горячей воды не потратила, а должна платить за три. С этим вопросом тоже обещали разобраться. Но дело это непростое, говорит Александр Сироткин. Для достоверности общедомовых данных необходимо, чтобы в каждой квартире были установлены приборы учета. В Новочебоксарске сейчас над этим работают. Вроде как в нормативные документы сегодня соответствующие изменения вносятся, но пока управляющая компания вынуждена предъявлять вот таким образом соответствующие платежи. Звонок от молодой горожанки не мог оставить равнодушными никого из присутствующих. Марину интересовало, почему перестали оказывать социальную помощь матерям-одиночкам. Ее ребенку год и девять месяцев. И из-за нехватки мест в садике она не может выйти на работу. Хотя выплаты по закону ей не положены, представители администрации в сложившейся ситуации обещали помочь устроить ребенка в садик. Вместе уже с заведующим детским садиком, с управлением образования, постараемся перевести уже на полное посещение ребенком детского сада, чтобы вы имели возможность выйти на работу и, соответственно, обеспечить хотя бы какой-то минимальный доход своей семье. А вот как решится вопрос с переправой через Волгу для дачников Новочебоксарска, пока не ясно. Пенсионеры города уже второй год стучатся во все инстанции и просят возобновить трамвайчики из речного порта Новочебоксарска на левый берег Волги. С 1 мая каждый год ездили и каждый год деньги находили, а почему-то второй год не находятся деньги. По какой причине, нам всем непонятно. У Сироткина мы были пять раз, он только развел руками и сказал, что у меня денег нет. Так попросил в этой республике. Республика нет, почему Москва дает, а почему на это не дает? Народ-то ездит по льготам, ну а данное предприятие, значит, грузоперевозчик, он в убытке. А если организовать камельские перевозки, то есть без льгот? Ну не 100 же рублей, нас лодка перевозит за 100 рублей, пенсия и 100 рублей в день. 100 рублей туда и 100 рублей оттуда. Понятно. Мы где-то согласны, рублей на 50, ну хотя бы на 60 раз уже денег в городе нет. Предложение от администрации города речному порту организовать поездки за 50-60 рублей уже сделано. Сейчас ждут ответа. Ситуации обещали разобраться к концу апреля. Город готов субсидировать денежные средства речному порту за перевозку с помощью электронных карт социально незащищенных слоев населения. Татьяна Трофимова, Андрей Спиридонов, Республика. Для роста производства необходимо определенные инновационные решения по энергосбережению. Правильный подход в данном вопросе позволяет в разы быстрее развиваться промышленным компаниям. В учреждении агроинновации прошел семинар, посвященный теме снижения затрат с применением современных энергоэффективных решений. Приняли в нем участие представители Минсельхоза Чуваши, крупных сельскохозяйственных предприятий республики. Заместитель министра сельского хозяйства Чуваши Эдуард Александров на открытии отметил, что в республике малоразвита перерабатывающая промышленность. Для поддержки этого направления отрасль в прошлом году субсидировалась государством. То, что касается по субсидиям и на реализованное молоко, вот здесь опять-таки надо возвратиться и отдать должное, что все-таки молоко сегодня, если идет первого и высшего сорта, то есть цена, скажем, она в три раза выше сорт, чем первый сорт. Но это опять-таки все-таки зависит от качества, от очистки, охлаждения и так далее. Это все, можно сказать, связано с переработкой. Правильный подход по складированию и хранению товара – половина успеха. Чтобы продукт на прилавах доходил в свежем состоянии, тоже требуются определенные решения. Московская группа компании «Оликс Холдинг» на рынке второй десяток лет. Занимается проектированием, строительством и оснащением предприятий коммерческого и промышленного назначения. На территорию Чуваши компания вступает впервые. Основная наша цель – это, в принципе, помочь нашим партнерам повысить эффективность их бизнеса. Каким образом мы это делаем? Мы стараемся предложить те технические решения, которые позволили бы нашим партнерам снизить энергопотребление тех систем, которые они используют в своей практике. В частности, основное направление, которое мы вырабатываем в виде энергоэффективности – это промышленный холод. Уже в ближайшее время представители компаний посетят крупные предприятия Чуваши. Алексей Иванов, Николай Яковлев, Республика. В наркологическом диспансере сегодня прошел семинар. Мы за здоровые семейные традиции. Организаторы решили не ограничиваться декларативными заявлениями, а наглядно продемонстрировать, как можно и должно спасать семьи, чьи устои разрушают зеленый змей. В реабилитационном отделении наркодиспансера сейчас 84 больных алкоголизмом и 19 наркозависимых. Основной метод лечения – психотерапия. Артем получает второе высшее образование. В какой-то момент понял, что алкоголь стал заменять ему все. В центр пришел сам. Хочу понять, осмыслить, осознать и больше не пить. Готовность лечиться, говорит главный нарколог Республики Ирина Булыгина, залог успеха. Лечение. Мы сегодня должны понимать, что наши болезни зависимости – это биопсихосоциальные заболевания. В первую очередь это биологическая программа к психоактивным веществам. Кто-то может быть зависимый с первой рюмки, невзирая на свои статусы, регалии, возраст. При этом хочу сказать, что женщины менее устойчивы к алкоголю, чем мужчины, а дети еще более неустойчивы к алкоголю. На первом этапе лечения врачи подбирают препарат, который поможет снять зависимость. На втором к лечению подключается психотерапевт. После таких сеансов наступает полное выздоровление. Есть люди, которые уже 20 лет не пьют. Медики отмечают, что большое значение имеют и семейные традиции. Существует так называемая матрица поведения. Утенок идет за уткой, котенок за кошкой, а ребенок идет за своими родителями. Поэтому, если наши зрители хотят видеть здоровых детей, психически устойчивых к жизненным невзгодам, которые будут борцы в этой жизни и через тернии придут к звездам, необходимо своим личным примером показывать негативное отношение к алкоголю. И при этом самое страшное здесь не социальные формы потребления алкоголя, а именно так называемые культуральные потребления алкоголя, как все. И мама в праздник бежит, покупает шампанское. Когда ребенок видит радостную маму, видит, как она улыбается, как изменяется под воздействием алкоголя, даже небольших доз. И он понимает, что это праздник. Именно отношение в семье к алкоголю, умение справиться с трудностями и создаст в будущем базу для того, чтобы ребенок не стал зависимым. Фу, конфета с ликером, какая гадость. То есть вот это основной пример. И вторая составляющая успеха ребенка – это не просто ребенка слушать, но уметь слышать, понимать его эмоциональные проблемы и учить решать его эти проблемы и уважать за то, что он даже сегодня самую простую проблему решил сам. Каждый год лечение в реабилитационном центре проходит до 900 человек. Большинство из них навсегда отказываются от пагубной привычки. Однако гораздо больше тех, кто спивается и не желает признаваться в этом даже себе. Надо знать, сегодня получить квалифицированную медицинскую помощь гораздо проще, а лечение отнимает намного меньше времени, чем раньше. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. До начала майских праздников осталось две недели. Как пройдут 1 мая и День Победы в Чебоксарах, обсуждали члены Оргкомитета столичной администрации. Столичная администрация готовит программу праздничных мероприятий, которые пройдут в столице в честь 1 мая и Дня Победы. Событий запланировано немало. Чебоксарцам и гостям столицы будет из чего выбрать. Празднование 1 мая в городе Чебоксар запланировано на нескольких площадках города. В парках культуры и отдыха, перед дворцами культуры, в библиотеках. Но, конечно, главные события пройдут на Красной площади. Торжественные мероприятия откроют шествие. Но куда пойти не единственное, над чем думают сейчас члены Оргкомитета. Особое внимание – реставрация памятников, обелисков, мемориальных досок. К 1 мая завершат благоустройство памятных мест. Украшать город будут 29 и 30 апреля. Глава города Леонид Черкесов отметил, что праздничное оформление цветами клумб, побелку деревьев, восстановление газонов, мелкий ремонт дорог – столицу необходимо привести в порядок вовремя. Хорошая организация праздника зависит от многих служб. Сбор участников и формирование колонн праздничного шествия также планируется в 9 утра. И здесь большая просьба сразу к ГИБДД в этом году перекрыть дорогу с 9 утра, потому что народ в большом количестве начинает собираться. В прошлом году в шествии приняли участие 20 тысяч человек. В этом году участников ожидается не меньше, отметили члены Оргкомитета. Шествие колонн начнется ровно в 10 часов по правой стороне центральной дороги от сквера Чапаева до Красной площади. Данифа Тагерова, Александр Петров, Республика. В техникуме технологии и коммерции сегодня день открытых дверей. Будущие студенты и их родители познакомились с профессиями, которые предлагают в техникуме. Ежегодно на днях профоориентации присутствует большое количество выпускников школ, что подтверждает неизменный интерес к рабочим профессиям. Многие считают, что по окончании школы нужно получить высшее образование. Но, как показывает практика, сегодня рынок труда нуждается в специалистах для сектора реальной экономики и сферы обслуживания. Мы с удовольствием в интерактивном режиме сегодня ребятам поможем где-то примерить на себя профессии, те, которые мы сегодня даем. Это продавцов, контролеров-кассиров, поваров, будущих технологов, будущих товароведов и так далее. Они с удовольствием, я думаю, примут участие в наших мастер-классах, которые проведут опытные преподаватели. Педагоги показали школьникам, как вырезать фигуры из овощей, готовить блюда и украшать их. Ученики наблюдали, как бармены делают коктейли, а затем сами дегустировали их. Будущим абитуриентам продемонстрировали возможности использования платков и шарфов в гардеробе современной девушки, а также научили юношей завязывать галстуки. Вдобавок научили красивой сервировки стола и показали, как складывать салфетки разными способами. Студенты техникума рассказали выпускникам о том, что не жалеют о своем выборе. Я учусь в этом техникуме на технологах по питанию. Мне в этом техникуме очень нравится учиться. Преподаватели здесь очень хорошие. В рамках для профориентации сегодня студенты посетят центр реабилитации для несовершеннолетних Московского района и детский сад номер 5 города Чебоксары. Вместе с воспитанниками студенты будут готовить различные блюда, десерты. Мария Данилова, Александр Петров, Республика. Ученики пятой гимназии сегодня тоже знакомились с профессией. Те, кто хорошо знает химию и биологию, посетили косметический центр. Тестирование, которое проводится несколько раз в гимназии, помогает определить интересы у ребят. Восьмиклассники, которые сегодня посетили косметологический центр, увлекаются биологией и химией. Медицинское направление – одно из основных, с чем могут школьники связать свою дальнейшую профессию. Для нас с ребятами восьмого класса очень важно, чтобы они на этапе перехода в старшую школу для себя определились, что они хотят. Из этого складывается их ущебный план. Например, если они выбирают физику, химию, биологию, то они должны понимать, что так или иначе их будущее, возможно, будет связано с медицинским профилем, с нанотехнологиями. И поэтому, конечно, ребенок не может определиться, просто глядя на предмет или на учителя, даже если он с любовью к нему относится. Для нас очень важно, чтобы он прикоснулся, понаблюдал, посмотрел, получил некую практику даже. Косметолог, как оказалось на практике, не менее ответственная профессия, чем стоматолог или хирург. Ребята убедились в этом воочию. Знать биологию и химию оказалось недостаточно. Просто покажу, как вот лазер прожигает, видите? Это просто на темном фоне лазер, принцип работы лазера. Когда мы говорим об эпиляции, например, он идет по волоску. Тут вот для чего вам нужно знать физику, да, как вот пучок света проходит по самому волоску и убивает корень волоса. И вот эти моменты, они, ну, все вы должны знать. Когда фотоомоложение, делаем там силу тока, как восстанавливается, частота, как восстанавливается, потому что зависит от силы тока, частота там по-разному. Вот эти моменты, они для аппаратной косметологии все нужны. Физика – вот важный предмет, знание которого пригодится как в процедурном кабинете, так и в кабинете лазерной коррекции. Ребята задавали много вопросов, какое воздействие может оказать на кожу вода или, к примеру, как используется во врачебной косметологии жидкий азот. Я как-то не совсем задумывался раньше, но тест определил, как бы, мои интересы и возможности. Было очень интересно, но косметология – это как-то не совсем мое. Мне больше интересна сама больница, а не такое наведение красоты. Мне очень хотелось бы побывать в больнице, посмотреть на какую-нибудь операцию. Безусловно, демонстрация работы специалиста, который давно и долго занимается профессиональным делом, помогает ребятам понять, нравится им это или нет. Так, ребята уже побывали в перинатальном центре, в будущем посетят неврологическое отделение детской больницы. Так что время, чтобы понять и выбрать свой профессиональный путь, у школьников еще есть. Данифата Герва, Леонид Клейман, Республика. Сегодня днем в центре столицы произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. По предварительным данным, водитель мотоцикла нарушил правила дорожного движения и не пропустил пешехода. Тем самым создал аварийную обстановку для других участников дорожного движения и допустил наезд на гражданку. В результате данного дорожного транспортного происшествия пешеход получил травму руки, водитель мотоцикла тоже получил телесные повреждения. В данный момент направлено в СМП, где будет произведено свидетельство и оказано медицинской помощи. Чувашские спортсмены не участвовали в бостонском марафоне, во время проведения которого произошли два взрыва. Об этом сообщил нашей телекомпании Николай Панфилов, главный тренер сборных команд Чувашии по легкой атлетике. Спортсмены республики пропустили бостонский марафон и готовятся к лондонскому, который состоится через неделю. Под занавес сезона в Чувашии на крытом ледовом катке «Новое поколение» прошло первенство Чувашии по фигурному катанию на коньках. Блестящий лед, фигурные коньки, на сцене только дети от 6 до 13. В жюри профессионалы из Москвы. Зрелище оказалось поистине завораживающим. В этом убедились мои коллеги Галина Титарчук и Евгений Анисимов. Маленькие золушки, принцессы, юные рыцари и джентльмены на коньках старались удивить строгих членов жюри прыжками, вращениями, идеальным скольжением. Эти соревнования уже проводились в прошлые годы и стали очень популярными. В этот раз в Чувашию съехались более 140 спортсменов из Вишкоролы, Владимира, Волжска, Зеленодольска, Балахны и других городов России. В течение всего дня по льду словно бабочки порхали юные спортсмены. Пока одни выступали, другие тщательно готовились. Просто, чтобы нога была туго зашнурована, чтобы она не упала. А так, правильно-неправильно, мы не очень-то уверены в этом. Как научили. Было удобно. Да, главное, чтобы было удобно. Но без падений все же не обошлось. От зоркого ока жюри не ускользнул ни один элемент. Несмотря на юный возраст, качество и красота катания оценивались по взрослым правилам. У нас есть разделение на судейскую бригаду и на техническую. Техническая бригада занимается тем, что определяет, что это за элементы выполняют спортсмены. А судейское определяют, как они выполнены. Чувашское фигурное катание развивается хорошими темпами. Я здесь был в прошлом году, в октябре-ноябре. Заметны изменения в технике скольжения в лучшую сторону, улучшились вращения. Некоторые моменты позитивные наблюдаются в прыжковых элементах. Но нет предела совершенства. Фигурное катание – один из самых молодых видов спорта в Чувашии. Три года назад, после того, как заработал ледовый каток «Новое поколение», в Чубаксарах вновь открылось отделение фигурного катания. Главным достижением школы нашей, которая существует, можно сказать, три года на данный момент, всего лишь три года, я считаю все-таки основание федерации фигурного катания. Потому что без федерации развивать этот вид спорта невозможно. На сегодняшний день мы еще работаем слишком мало, чтобы можно было говорить о результатах фигуристов. Но все делается ради будущего. Тем не менее, чубаксарские фигуристы сумели завоевать четыре золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали. Гораздо больше, чем в прошлом году. И пусть не все смогли подняться на пьедестал почета. Грамотные подарки достались каждому спортсмену. Для многих выступить на подобных соревнованиях – уже большое достижение. Я люблю фигурное катание. Только из-за того, что там катаются на коньках. И я им занимаюсь третий год. И я очень рада, что я сегодня выступила. Потому что это радостно, что тебя наградили. Бывают такие элементы, которые сложно научиться. И хочется вот сделать, а не получается. Бывают. Фигурное катание – это когда все трудолюбивое. Возможно, благодаря своему трудолюбию и упорству Карина Ярасова уже на следующем первенстве сможет показать более сложные элементы. И тем самым порадовать не только любимую маму, но и чебоксарских зрителей. Галина Титарчук, Евгений Анисимов. Республика. В Чебоксарах прошел матч по регби 15 в федеральной лиге третьего дивизиона. Встречались чебоксарский молот и нижегородский олбакс. В России проводится чемпионат страны по регби в нескольких дивизионах. Впервые в российском турнире участвует и команда из Чебоксар. Регби с 2016 года – олимпийский вид спорта. Но играть команды будут в его разновидность – регби-7. Кубок мира – третий в рейтинге самых популярных проводится по регби-15. Он отличается от олимпийского количеством игроков и некоторыми правилами. В команде 15 спортсменов и во время матча разрешено практически все, кроме удушающих приемов. Наша команда «Молот» появилась в Чувашии 2,5 года назад. С командой из Нижнего наши встречаются в турнире второй раз. Первый матч на выезде 31 марта «Молот» выиграл со счетом 19-12. К ответной встрече нижегородцы подготовились. Матч закончился со счетом 40-0. Как говорят наши игроки, соперники из Нижнего опытнее и физически сильнее. «Молот» – команда молодая. В ней играют школьники, студенты, есть рабочие. Огромную поддержку ребятам оказывает и игрок из Франции, который в начале года приехал жить и работать в Чебоксары. После двух матчей чебоксарская команда делит второе и третье места. Следующую игру «Молот» проведет 5 мая вишкороле. Это в Москве пройдет Кубок мира по регби. Там, в коеме матчей профессионалов, предполагается и турнир среди любителей, в котором намерен принять участие и чебоксарский «Молот». Татьяна Молокова, Республика. Социальную сеть ВКонтакте перевели на чувашский язык. Идея перевести на родной язык появилась несколько лет назад. Чувашская версия ВКонтакте или по-чувашски «Контакт.Ра» работает пока в тестовом режиме. Включить интерфейс на чувашском языке можно, перейдя во вкладку «Настройки», а затем выбрав пункт «Чувашла» в разделе «Региональные настройки». Как подчеркивают переводчики, в интерфейсе возможны изменения и обновления. Сейчас сайт по желанию переводится помимо чувашского на татарский, марийский, эрзианский, одмуртский и некоторые другие языки народов России. На этом у меня все. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова